Приветище! Долго лазил по стиму, думал, что бы новенького заснять и наткнулся вот на эту игру, называется на Хаос Флиппер, что переводится как Чинил квартир. Ну, квартиры я еще с тобой ни разу не чинил. Ну что ж, погнали, посмотрим, что это такое. Приветствуем тебя, Хаос Флиппер. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, устраивать и продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этим сараем, который по сути является твоим офисом, а ноутбук твоим центром управления. Я совсем забыл, куда подевал ключи от этих дверей, может быть в спальне? Я бы здесь тоже ключи потерял, слушай. Давай вокруг обойдем, посмотрим, насколько огром... Господи, господи, ты посмотри, там паутинка. Тут тарантов-то не бегать, здесь как будто, знаешь, из фильма Крик кто-то хотел через окно убежать, но его схватили за ноги, и он ногтями вот поцарапал, все. Боже, тут на каждом окне так... Вот это сарайчик. Стремненько, стремненько, вот это у меня офис. Что ж, предлагаю тебе разобрать весь этот мусор, а то здесь и мыши, и тараканы скоро заведутся. Интересно, куда я этот мусор убрал? В карман? Мешочек уберем. Вот это чудеса. Мусор исчезает просто, знаешь, как будто я его куда-то всасываю. А может быть я его съедаю, не знаю, может я какой-нибудь инопланетянин, который мусор хавает. Хе, вот это бред, да? Воспи. Все, пора открыть ноутбук и проверить почтовый ящик. Ладно, давай откроем дверь. Ёшки-матрешки, серьезно? Я такой срачельник устроил? Кирпичи какие-то валяются. Офигеть. Ладно, это все мы подбираем. В карман убираем. Я похож на какого-то бомжара, вот серьезно. Давай дверки закроем, а то вдруг тут какой-нибудь еще один бомжар прибежит и насвиняешь мне тут. А здесь у меня туалет, да? Ну, туалетик, слушай, более-менее такой нормальный. В разбитое зеркало нельзя смотреть, но, по крайней мере, мы его можем хотя бы поправить. Давай вот так вот сделаем. Кривоватенько оно пойдет. Я даже самого себя не вижу. Наверное, я вампир, слушай. В отражении не вижу себя. Закрываем наш туалет и идем к нашему ноутбуку. Ноутбук позволит тебе принимать заказы, покупать дома и перемещаться между ними. Ты не можешь пока что позволить тебе покупку целого дома. Но похоже, что в электронном ящике у тебя уже есть первый заказ. Давай глянем, что там за заказ использовать. Нифига себе, у меня макбук есть. Офигеть. О, браузер, ждущий режим, почта. И состояние 30 тысяч баксов. Я живу в такой мухоусранном сарайчике. Да, вот это дела. Откроем почту. Александра Кваша. Бывший вынес из моего дома батарею. И что, и что, и то. Давай, да, почитаем. Здравствуйте, я хотел бы поручить вашей фирме. О, господи, у меня фирма. Мой сарай, это фирма. Работу по наведению порядка в моем доме. Судя по фотографиям на фейс-спам. Фейс-спам. Пожалуйста, наведите порядок в доме и установите недостающие оборуд... И установите недостающие оборудования. Ладно, давай, примем. У тебя появилась швабра. Ты посмотри на эту чепушельную швабру. Я не знаю, на какой помойке я ее нашел. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. С этого момента ты сможешь убирать грязь, использовать швабру. Офигеть. Вот мы дошли до квартирки Кваши. Вроде бы там уютненько, чистенько. О, окно могу открыть, серьезно? Да ты смотри-ка. А пробраться через него не могу. Кстати, ты посмотри, я сказал, там чистенько. Ага, бардачелл какой. Ладно, заходим. Ё-моё. Вот это сюрприз. Батарею я и зашел поменять. Здесь убираться нужно. Парень, конечно, тут дестрой устроил конкретный. Интересно, из-за чего. Ладно, давай попробуем взять нашу метлу, где она у меня есть. Вот она, наша метелка. Да, она такая же, как и на фото. Черт, все-таки придется руками это все убирать. Метло не вымести. Хотя, хотя вот что-то убирается. Ладно, давай руками вначале все это дело уберем. Вот так вот, в кармашек себе. Как настоящий бомжар, все это в кармашек убираем. Мешочки, коробочки, все. Куда это мне все помещается? Чудеса. Слушай, у меня как мешок у Санта-Клауса, видимо. Я туда все скидываю и все. О, подожди. Я думал, я сейчас вазу стырю, как в симуляторе вора. А оказывается, я ее просто могу поднять. Вот так вот. Баночки пивные. Телевизор переместим сейчас. Вот сюда на пол. Здесь надо шваброй протереть. Все, вот так вот убираем. Ух ты, как чисто становится. Слушай, мне кажется, что там надо было тряпочкой протереть, а я тут шваброй. Ну ладно, как есть, так есть. Ставим. Вот так вот ровненько, ровненько. Конечно, не совсем ровненько, кривенько, но пойдет. Коробочку убираем. Стульчик сейчас поднимем. Есть. Ну что, вроде бы я здесь мусор весь убрал. Пришло время прибраться метелочкой. Метелочкой, метелочкой. Так, подметаем все это. Вот там вот кровушка, видимо, или что это, я не понимаю. Или шоколад, или чей-то дрищ. На парня, видимо, дрищ напала. Он не удержался и забрызгал всю квартиру. Господи, что несу? Не слушай меня. Это ужасно. Даже со стенок, смотри, брызги убираем метелкой. Интересно, что это за метелка такая убер-крутая? Я ее даже не смачиваю. Как вообще ей что-то можно убрать? Максимум ей подместить что-нибудь во дворе можно. Ладно, вроде бы здесь... А, нет, не все. Вон, смотри, еще здесь есть... Здесь даже диван уляпали. Все, диванчик мы тоже прибрали. Твой планшет. Отныне у вас есть планшет в вашем распоряжении. Нажмите тап, чтобы удалить или искрыть его. Это позволит вам покупать вещи. Это будет полезно в этой работе. Точно, нам же батареи надо. Смотри, здесь батареи нет. Откроем планшет. Моу, какой навороченный. И нам нужна батарея. Ищем бат... Та... Ре-во. 44 бакса стоит. Я даже тут в интернет-магазин покрутить это все дело могу. Круто покупаем. И устанавливаем. Вот чуди. Осталось только трубы как-то подсоединить. Видишь, здесь труб нету. Так, 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 так. Есть. Закрепил. Болтики подкрутил. Здесь тоже подкрутим. Верхнюю опускаем. Закручиваем. И включаем, да? Все, батарея установлена. Ой, да мастер, ай да красавчики. Ну что, вроде бы все, вроде бы все симпотненько. Давай сюда еще зайдем. Вон там тоже картон. Какой-то валяется газет. Непонятно, все это приберем. Ты развиваешься. Включи планшет, чтобы распределить свои новые очки умения. Нифига себе. Я прокачал уборщик это, прикинь. Так, ладно, давай попробуем. Уборка. Пронизательный взгляд. Мы можем вкачать очков в талант проникательного взгляда. Быстрые ручки. И большое расстояние. Вот это да. Давай, наверное, мы возьмем все-таки вот большое расстояние. Здесь есть хорошая швабра. Теперь у меня должна быть хорошая швабра. Давай посмотрим. Ух ты, нифига себе. Вот это я понимаю. Вот это уже другой разговор. Я ей намного шустрее убираю. Чудеса. Зеркальце тоже протрем вот так вот. Ну все, вроде бы я в этой квартирке убрался на все сто. Давай завершим заказ. Выполни на 100% заказа. Можешь завершить его сейчас за 785 баксов. Конечно хочу. Ужасное, ужасное просто задание. Прибраться в чужой квартире. Мне бы своей прибраться. Например, вот этот вот картон. Нафига он мне здесь дался? И вот это тоже бензопила. А нафига-то зажми, чтобы поднять? Вон стульчак, смотри. Ой, стульчак. Перепутал. Кресло, смотри, как у меня грязно. Давай протрем. Рабочий стол просто в масле каком-то. Если это в масле, хорошо, конечно. Может в кофе или еще в чем-то. Инструменты мы с тобой переносим. Вот сюда все положим аккуратненько. Во! Все сюда приместил. Здесь в уголке поставил. Чащечка кофе. Все как в офисе. Все кошерно у меня теперь. Давай возьмем заказ какой-нибудь. Целых два письма-то, посмотри-ка. Екатерина Иванова. Порядок в гараже. Иван Пшеницын. Батарея. Давай порядок в гараже посмотрим, что там. Воу, здесь уже домик побольше. Тачка, тачка, смотри, точила. Можно ее передвинуть как-нибудь? Зажмите, чтобы поднять. Я тачку могу поднять, ты прикинь. Смотри, я тачку сейчас свистну. Я сразу вспомнил симулятор вора. Правда, я там тачки так поднимать не мог, как тут, как Супермен какой-то. Ладно, давай тачку поставим обратно. Пусть тут стоит. Криво-классно, нормас. Откроем гараж. Самое что удивительное. О, здесь я совершенно смотри сколько. Самое удивительное. Нифига себе здесь бардак. Что все двери передо мной здесь открыты. Это круто. Ну что ж, с чего бы, с чего бы, с чего бы, с чего бы начать. Наверное, с коробок, как и говорили, просили. Коробочки все убираем. Колеса старые. Резину, точнее, убираем. Вроде бы все коробочки вынес. Все это убрал. Великие нужно теперь поднять как-нибудь аккуратненько. И поставить их к стеночке. Давай вот сюда, к этой стеночке. Вот. Развернем. Вот, аккуратненько поставим. И вот этот лесопед рядышком. Во! Достаём нашу метелку. Чудо метла, которая убирает все без водички. Нанотехнологии, братюнь. Видимо, я живу в будущем. Где метла не нуждается в воде. Все это дело вытираем, подметаем. Я не знаю, что эта метелка делает. Но она явно убирает. Или бы, может, я что-нибудь принял. Просто трупола, на самом деле, ничего не убирается. Я все протер. Осталось только помыть окно. Давай попробуем это сделать нашей чудо-шваброй. Надо обойти это все дело. Помыть снаружи. Хмм. Моя нано-швабра не помогает. Давай попробуем руками. Окно грязное с другой стороны. Тьфу ты, ну ты. Капец. Капец, капецкий. Помой окно. Как я это сделаю? Ух ты, у меня скребок появился. Зажми, чтобы вычистить. Как мне это сделать? Давай сверху. Сверху сейчас пойдем. Как пылесос, как робот-пылесос. Давай. Опачки, смотри. Нифига себе. Прикольно, прикольненько. Очень круто. Так, кажется, я не туда поехал. Надо наверх вернуться. Вот так вот. Блин, это классно здесь сделано. Прикольно, мне понравилось. Мыть окна. Во. Все. Гараж вычищен. Можно валить отсюда со спокойной душой. 476 баксов. Круто, спасибо. Мне тут подсказали, что я могу делать какие-то картины. Давай вот сфоткаем. Мой сарайчик. Открываем фоточку. И действительно, я могу сделать собственную картину со своим сараем. Картина стоит 61 бакс. Сейчас мы ее вот сюда повесим. Правда, надо перевернуть ее. Во. Сам все сделал и 61 бакс за что-то еще заплатил. Чудеса. Что у нас там в ноутбуке? Три письма новых. Батарея. Амарантовые перемены. Подготовка к рождению нового члена семьи. Во, вот это интересно. Короче, нам здесь нужно прибраться в доме и обустроить детскую комнату. Погнали. Поздравляем. Ты разблокировал новый инструмент. С этого момента ты сможешь красить стены кистью. А до этого я рукожопой был и не мог этого делать. Чтобы купить краску, используй планшет. Окей. То есть, мне нужно было несколько домов прибрать шваброй, чтобы научиться красить... Ох ты ж, е-мое. Чтобы научиться красить стены. Достаем... Это что такое? Это продажа предметов? Круто. Я могу здесь нафиг все продать, да? Какая интересная штука. Прицелиться в предмет. Продать за 65 баксов. Мне эта штука не нравится. Давай ее продадим. Это аморально. Ты не можешь это продать? Какие здесь все правильные. Ладно, давай приберем мусор. Сколько комнат? В какую зайти? Ну давай сюда. О, вот это, наверное, будет детская. Господи, капец она страшная, стрёмная. Сколько мусора. Все это быстренько вот так вот убираем в карман. Доставим нашу наношвабру. Вроде бы детскую я хорошенечко убрал. Окна помыл. Давай попробуем теперь покрасить стеночки. А то это ужасный цвет. Желтый такой, какой-то блевотный. Фу. Значит, попробуем. Мне нужно набрать краску из банки. А банка где? Где банк? Полезли в магазин. Банка. Банка. Суп в банке. Выживание. Хе. Значит, давай выбираем стены. Вот. Краска, значит, бледно-розовый. Медная монетка. Давай покрасим вот в такой вот. В лаванду. Купили красочку. Ставим ее сюда. Берем наш валик. Валик-малик. Макаем. Вот так вот намочили наш валик. И давай красить. Вот так вот. Вот это я понимаю. Вот это цвет. Дальше идем. Интересно, на сколько мне этой банки хватит? Сколько я стенок смогу покрасить? Я понял тонкость крашения. В общем, берем вот так вот, красим. Хопа. Не нужно, чтобы кружочек синеньким заполнился только один раз. Потому что я могу и на второй слой, как говорится, пойти. Блин. Я уже почти все стенки покрасил. И только сейчас заметил, что мне нужно было в задании-то сделать. Покрасить цвет постельный розовый. Твою ж налево. Зря краску только покупал. Ладно, 12 баксов, ничего страшного. О, у меня новое очко умение есть. Расход краски можно уменьшить. Больше покраски. То есть, красить две стены одновременно, это круто. Мгновенная покраска. На 25% быстрее красишь стены. Блин, мне кажется, надо вот это вот прокачать. Крась две стены одновременно. Качаем. Это мне и сейчас пригодится. А, подожди, мы же краску не купили. Какой там она хотела? Малиновый постельный, да? Какой-то такой. Постельный розовый. Вот он. Купить. Ставим баночку рядышком. Ну что ж, пошли красить. Макаем. И смотрим. Две за раз покрашу или нет? Почему одна-то, блин? Как мне две-то сразу покрасить? Я очко умения вкачал. Вот чё? Я, видимо, не так как-то делаю. Вот так вот надо. Во, во, во. Я понял, как это делать. Смотри, короче. Берём, зажимаем одну и переходим на другую. Вот так вот сразу две красится. Только краска очень быстро тратится. Конечно, это очень криво здесь реализовано. Чтобы две полоски одновременно красить. Так, здесь у нас шкафчик мешает. Надо бы его передвинуть. Сейчас мы его убираем. Можно, конечно, было этого не делать. Но мы же с тобой правильные красильщики. Приступаем. Блин, краска кончилась. Надо ещё купить. Чёрт подери. Купили. Ставим. Продолжаем красить. Ух, сейчас мы с тобой нанюхаемся этой красочелы розовой. Потом розовые слоники будут нам сниться ночью. У нас есть ещё одно из каталантов. Пока я красил стенку, вкачаем его на расход краски. Потому что у меня закончилась уже вторая банка. Это прям категорически плохо. Ух ты ж, нифига себе. Ты посмотри. Я прокачал этот талант. И теперь я не могу двойным слоем покрасить. Как только я один слой нанёс, я сразу же останавливаюсь. Вот это круто! Ну вот. Вроде бы всё покрасил шикарно. Теперь всё это в розовом цвете. Мне розовые, конечно, не очень сильно нравятся. Но что поделать. Заказчик сказал, а я и сделал. Значит, обратненько шкафчик с тобой ставим. Давай, шкаф. Ставим. Во! Вот это всё дело надо теперь убрать. Не знаю, правда, что с этой краской делать. Здесь ещё вот осталось половина. Здесь тоже половина есть. Хотя, знаешь, мы же эти банки, в принципе, продать можем. Ну-ка, давай. Пять баксов продаём. Продаём. Отлично! Наварились! На своей же краске, блин, наварились! Ё-моё! Чисто бомжатский подход. Ладно. Идём в магазин и покупаем детские принадлежности. Детская... О, кроватка! То, что мне нужно. Разные цвета есть. Ящики каких-то разных цветов. Вот это вот более-менее, да? Купить сейчас. Устанавливаем, значит, вот сюда в уголок. Вот так. Есть заказ. Надо свет включить уже стемнело. Включите свет, пожалуйста. Во! Шикос! Теперь нам нужно поместить какой-то стеллаж. Ищем стеллаж. Стеллажкал! То, что нужно. Вот такого цвета. Берём, покупаем. Его разместим мы, значит... Вот здесь. Вот так. Теперь нам нужно купить пеленальный столик. Белый будет. Ладно, пусть белый будет. Поставим его вот сюда. И не важно, что шкаф не откроется. Ставим сюда. Какой-то пуфик нужно купить. Вот такого цвета покупаем пуфик. Целых два штука надо где-то разместить. Давай один вот сюда в уголок. Ну вот и всё. Школа ремонта прошла успешно. Всё обустроили, всё покрасили красиво. Ммм, блин, Симу. Я думаю, что 96% загрязнения. Ничего страшного. Я их не вижу. А, вот смотри. Вот, я увидел загрязнение. Сейчас мы это уберём дело. Вот так вот. Всё. Теперь 100%. А, нет, ещё не 100%. Где-то ещё есть. Но я не вижу, слушай. Всё. Валим отсюда. Завершить заказ. Выполнено 99% заказа. Я заработал 5553 бакса и 84 копеечки. Это же шикарно. Слушай. Мы делаем ремонты другим. Красим стенки. Покупаем мебель. Продаём её. Так почему же мы не можем обустроить свой сарайчик? Например, покрасить его как минимум. А то всё облезло. Ну-ка, давай попробуем. Идём в магазин. И красим стены в огненный померанц. Покупаем красочку. Купить несколько. Я думаю, может, две баночки нам будет. Нужно. Вот так вот поставим вокруг. Я думаю, две хватит. Достаем наш валик. Где он у нас? Мукаем. И красим. Блин, я, если честно, думал, что текстура дерева останется. Просто она станет оранжевого. Теперь другое дело. Осталось только немножечко окошечка почистить. Сейчас, подожди. Вот так вот всё это дело убираем. Нашей нанометёлкой. Красота. Дверцу мы сможем почистить, интересно? Или она просто такая закоцанная жёстко? Старая дверка, да. Она не чистится. Это просто старое дерево. Ну вот, в принципе, домик мы наш с тобой почистили. Убрали. Чтобы покрасить, как я уже ранее говорил, вот эту, нужна лесенка. Видишь? Эта стена слишком высоко. Может быть, я должен использовать эшафот или лестницу? В общем, вот как-то так дела обстоят. Слушай, ну, цвет мне, в принципе, и такой нравится. Оранженький, красивенький. Кстати, да, вот у меня теперь будет фотка на память, каким был мой раньше сарайчик. Давай сделаем ещё одно фото. Так сказать, преображение сарайчика. Заходим в галерею. Всё, картинка готова. Сейчас мы её ниже повесим. Вот так вот. Внутри, конечно, я тоже могу поградить, но это я буду уже делать в следующем видео. И если ты думаешь, что эти инструменты тут просто так лежат, я тебе хочу сказать, что, возможно, в следующей серии мы уже будем ломать стены или строить их, ремонтировать розетки. Ну, короче, всё, что возможно ремонтировать и ломать, мы всё это будем делать в этой игре. Если тебе это понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, если тебе лайкос, комментос под видос, ну и также подписочка, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь, тебе спасибо за просмотр и пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok